Два вопроса мне задали в перерыве, на которые я сейчас отвечу. Первый вопрос звучал так. А зачем люди в конфетно-букетный период прикидываются тем, что они лучше, чем они есть? Значит, первое. Если люди прикидываются не тем, кто они есть, такой брак распадается практически мгновенно. Это к вопросу длины конфетно-букетного периода. Знаете, есть такое понятие, как курортный роман. Роман, возникающий на курорте. Роман, возникающий во время отпуска, имеющий продолжительность от трех дней до двух, максимум трех недель. И очень многие люди вспоминают о своих волшебных курортных романах, о том, как это было прекрасно. Да, прекрасно, любой человек, прекрасно, формально прекрасно, любой человек может прикидываться не тем, кто он есть, несколько недель, не несколько дней, максимум пару-тройку недель. Дальше не получается. Когда меня девочки или мальчики спрашивают, а вот как понять, чего от меня ждут, чтобы это показывать? Не надо ничего показывать того, что нет в тебе самом. Это нереально, прикидываться не тем, кто ты есть. Это реально на несколько дней, на пару недель максимум. Как приукрашивают себя? Ну, приукрашивают, знаете, ну, павлин, когда перья распускает, они у него такие красивые-красивые, а когда он их складывает, то он такой серый хвост. Но мы не забываем, что под этим серым хвостом все равно эти перья, и он их периодически может распушать. То есть, знаете, мысль, что на этапе ухаживания человек прекрасен, а потом он всю жизнь будет серый и уныл, это грустная и неправильная мысль, потому что вот как раз когда такое происходит, это значит, точно человек показывал себя не тем, кто он есть на самом деле, и значит, такой брак стопроцентно обречен на развал. Просто стопроцентно обречен на развал. Еще хороший вопрос прозвучал очень. Вопрос относительно того, почему все зависимости один творит себе другому из другого кумира. А это как раз мы вспоминаем то, что за каждым из людей стоит целая система. Это могут быть два варианта. Первое. Мальчик или девочка получали гиперопеку в семье. Гиперопеку. За них все решали, за них решали, что они будут есть, с кем они будут дружить, как они будут жить. И тут им это может либо вот так вот надоесть, и тогда они будут стремиться к максимальной самостоятельности, либо, второй вариант, они будут в отношениях то же самое искать. Они будут искать того, кто за них все решит. Им может попасться тот, который, например, вот наш вариант 1А, который хочет быть абсолютно самостоятельным и все за другого решать. Он хочет поменять систему. На самом деле, очень важный момент. Я говорил об этом в предыдущих лекциях. Делать наоборот, это не означает быть свободным. Это значит идти по той же модели, по тому же предписанному тебе плану, только вывернув его наизнанку. Это не есть свобода. Второй может быть вариант. Ребенок в детстве не получил заботы, тепла, любви, внимания в достаточном для него количестве. Не получил возможности быть маленьким, слабым и беспомощным. И тогда он может все время искать того, кто возьмет его на ручки. Того, кто будет о нем заботиться. Понимаете, что очень важно? Вот о нем заботиться, это не значит, что он мне должен готовить, стирать, вязать и ходить по магазинам. Я сам могу все это делать. Мне надо, чтобы я чувствовал, что он меня несет на ручках. А работать я буду, это, пожалуйста, не проблема, неси на ручках. Кстати, это очень часто ведь бывает и у мужчин, которых жена несет на ручках всю жизнь. Тут задался вопрос не в тему нашей сегодняшней лекции про алкоголиков, но тут как раз очень хороший вопрос. Муж, алкоголик, а жена зачастую всю жизнь несет на ручках. Он у нее такой маленький, контуженный ребенок. Мы сейчас не будем говорить о том, что на самом деле это устраивает обе стороны. Мы об этом уже говорили в одной из прошлых лекций. И еще поговорим, у нас будет отдельная лекция на эту тему. Со-зависимость, ее просто называют со по одной простой причине, чтобы отделить там от химической зависимости, например, от игорной зависимости. Но на самом деле та же самая зависимость, просто со-зависимость это зависимость от человека. Зависимость от человека. А почему со? Потому что выведена эта терминология была как раз на женах алкоголиков. Алкоголик зависимый, жена со-зависимая. То есть, да, хочется, хочется, чтобы его на ручках носили. Второй вариант, его не носили на ручках, он хочет всех на ручках носить. Тоже такой может быть, тоже может быть. Хочет защищать, хочет обволакивать. Здоровая ситуация. Каждый в паре бывает в таком состоянии, что или он на ручках иногда несет, или его на ручках иногда несут. Самый сильный мужик может оказаться больным, слабым и несчастным, и самая хрупкая маленькая женщина может оказаться в какой-то ситуации, поднимающей все на руки и несущей. Но это вопрос моментов. Мы недаром рисуем вот эти пересекающиеся кольца. В какой-то момент может быть одно, в какое-то другое. Но если это полное поглощение, патология наступает только тогда. Итак, наша семья продолжает жить. И она выходит на третий этап. Этап, который называется «маленькие». Маленькие кто? Маленькие дети. Прежде чем мы скажем про этап «маленьких детей», мы сделаем полшажочка назад. И еще обсудим, чем в идеале должен, что мы должны получить в финале второго этапа. В финале второго этапа мы должны получить людей, умеющих взаимодействовать. Мы должны получить людей, которые уже поняли, что у них были представления о браке. А теперь вот сложился брак, который имеется. Потому что брак и представления о браке – это разные вещи. И вот если этот первичный брак сложился, первичный кусок ядерной семьи из двух человек сложился, вот тогда наступает третий этап достаточно благополучно. «Появляется маленький ребенок». В девяти случаях из десяти, даже в девяносто девяти из ста, появление ребенка изменяет социальные роли в семье на тот или иной период, но обычно на какой-то период социальная жизнь матери становится меньше в сравнении с социальной жизнью отца. Это объективная реальность. Как ни к руки, но младенец оказывается большей заботой как минимум по времени для матери. Как ни к руки, это объективная реальность. Даже если это самый включенный папа, самый активный, самый заботливый, помогающий, все равно младенец больше нуждается. Это биопсихология, это психофизиология, это нейропсихология, назовите как угодно, больше нуждается в матери. И тут возникает целая куча вопросов, связанные и с социальными аспектами, и с другими аспектами. Самое неприятное, это когда наши Миша и Женя не построили нормальных взаимоотношений, не успели в стадии брака свить свое семейное гнездо. А тут рождается Рома или Дима, дитё. Дима рождается. Как вы думаете, имея на руках маленького Диму, с кем же они проще строить отношения, с Мишей или с Димой? С Димой? Конечно. Вот он. Вот здесь. Телесно. Вот здесь. Висит и сосёт. И всё понятно. И я ему сто процентов нужна. Я ему точно нужна. И он точно меня любит такой, какая я есть. Знаете, какой колоссальный соблазн. Но ведь и у Миши такой же соблазн. Думайте, господи, ну вот прихожая домой, это всем вечно недовольно. Димка-то мне радуется. Ручонки-то ко мне тянет. А тут ещё... Мы же помним, что тут же ещё... Что думаете, они куда-нибудь делись, если мы их рисовать перестали? Нет, вот они. Вся компания. Вся компания. Тут ещё прабабушки могут быть. И начинается каша. Если здесь не отстроено нормальное взаимодействие, то и не отстраивается нормальное взаимодействие, как правило, мама-папа. Вот это взаимодействие муж-жена, а вот это мама-папа. Это два разных взаимодействия. Одна из засад в том, что многие люди думают, что это одно и то же. Нет, это не одно и то же. Классический пример. Предположим, не прошла наша семья вот этот вот этап маленьких детей. Не прошла, развалилась. Развалилась. Миша и Женя перестали быть мужем и женой. Перестали ли Миша и Женя быть мамой и папой? Нет. Хотя в больной голове как Миши, так и Жени. В больной голове без всякого уничижения, правда в больной голове. Может возникнуть вопрос, ну если она мне не жена, если он мне не муж, то и это не мой ребенок. Думаете, это редко случается? Да еще как часто это случается. Причем, поверьте мне, и со стороны мамы, и со стороны папы. Это периодически случается. Когда мама уходит из семьи начисто. Папа уходит из семьи начисто. А потому что не соображают, что это про разное. Потому что даже если распадается связь муж-жена, связь мама-папа остается. Ну пока конечно не в такой трагедии. У нас же еще пока нету развода. У нас пока семья. Вот в здоровой семье существуют одновременно все вот эти отношения. То есть одна из больших задач семьи на этапе семьи с маленькими детьми, это выстроить новую ядерную семью. Потому что в начале ядерная семья состояла из двух человек. А сейчас она состоит из трех человек. И у каждого из трех свое индивидуальное имаго. Представляете себе, у этого вот тоже свое индивидуальное имаго. Он есть хочет, пить и писать. И зачастую не готов мириться с тем, что двое других думают по-другому. Он, кстати, тоже научается мириться. Он, кстати, тоже начинает понимать. И сплетается новая система отношений. Сплетается новая семья с взаимодействиями трех человек. Равносторонний ли это треугольник? Нет, конечно, не равносторонний. Отношения мама-ребенок-папа-ребенок-ребенок-мама-ребенок-папа и муж-жена, это не одинаковые отношения. Они разные. Ты кого больше любишь, маму или папу? Это не менее дурацкий вопрос, чем кого ты больше любишь, жену или сына? И те, и другие вопросы дурацкие. Эти любви разные. Их нельзя сравнивать. Удав он какой? Он зеленый или длинный? Он больше зеленый или больше длинный? Вы можете ответить мне на этот вопрос? Что он больше, зеленый или длинный? Выйтих. То есть строится новая семья. Строится семья из трех человек. Конечно, бабушки и дедушки лучше всех знают, как воспитывать детей. И, конечно, они лучше всех знают, как вести себя молодым родителям. И это тоже очень сложный вопрос. Именно на этом этапе, на этапе семьи с маленькими детьми, бабушки и дедушки должны проявлять максимальную тактичность. максимально не вмешиваться в эту семью с маленькими детьми. Понимаете, какой тут возникает очень большой соблазн? забыть, что вот это вот взрослые, это дети, это дети, это все наши дети. А эти дети сидят вот эти вот и думают, как же бабушка, дедушка до вас, чтоб не обидеть. Знаете, иногда приходится даже обидеть. И это нормально. Потому что, как ни крути, передача в нашей жизни идет вперед. Наш долг перед нашими родителями, это не долг перед нашими родителями, а это наш долг в отношении наших детей. Долг родителям не отдается родителям, он детям отдается, передача идет вперед. И мама и папа решают, как воспитывать детей. Если мы, кстати, посмотрим, опять же, есть одна из таких теорий в психотерапии. Теория семейных систем Боуэна, где он достаточно много, кому будет интересно, можете почитать. Хотя это такая достаточно заумная научная литература. Ну, вкратце, вот, как вы думаете, задача ли бабушки и дедушки воспитывать детей? Нет! Задача бабушки и дедушки детей баловать. А вот воспитывать задача родителей. Но при этом бабушка и дедушка должны понимать, что поскольку задача воспитывать родителей, и если родители в этот момент понимают, что баловство мешает воспитанию, они могут и по шее бабушки с дедушкой настучать. И имеют полное право действуя в интересах своего ребенка. В здоровой семье, в семье со здоровыми взаимодействиями, в семье, в которой все хорошо, маленький ребенок становится практически защитным куполом, который очень сильно защищает семью от достаточно недружелюбного окружающего мира. Это тот чудесный этап, когда семье в принципе глубоко все равно, куда мы можем позволить себе поехать отдыхать, сколько у нас денег и на какую машину мы накопили, а также какой у меня цвет платья и где мне взять другую косметику. Это уходит. Это уходит и для мамы, и для папы во многом. Это такой очень здоровый защитный купол. Но так бывает не всегда. Когда я начинал говорить об этом этапе, я говорил, что происходит изменение социального статуса. Папа начинает больше быть снаружи, мама начинает больше быть внутри. Это замечательно, если каждого из них устраивает эта роль. А если не устраивает? Понимаете, можно, конечно, сказать, ну как это не устраивает? Должно устраивать, но кто от этого счастливец станет? На самом деле, это как раз тот момент, когда одна из задач мужчины становится давать, одной из задач женщине возможность отдыхать, возможность заниматься какими-то интересными делами, помимо чистого домохозяйства. Иначе это ударит сильно через много-много лет. Это задача очень тонкая и очень важная. И задача женщины, так же, как когда мы говорили в первом варианте, что да, дорогой, да, дорогая, а потом взрыв. Здесь тоже самое может прийти. Ну как же, ну, я же мать, я же мать и жена, я же мать и жена, я должна терпеть. Что должна терпеть? То, что один раз в год на полчаса выходишь на улицу подышать воздухом? Нет, не должна ты это терпеть. То, что ты его грудью кормишь, ну, если хочешь кормить, то да, должна терпеть. Что делать? Биология. То есть это как раз ситуация, когда выстраивается вот такая система поддержки тем супругам, который находится больше в социальной сфере, того супруга, который находится больше в семейной сфере. Иначе тоже произойдет распад и разлад. То есть очень важно мужчине в этой ситуации относиться к женщине не только как к матери своего ребенка. Сейчас, секундочку. Но и как к женщине, и как к человеку мы не забываем, что от того, что родился ребенок, она не провалилась полностью в мужа и в ребенка. У нее вот эта вот своя часть тоже осталась, никуда не делась. И этой части тоже надо давать возможность жить. Да, пожалуйста. Когда мужчина в этой ситуации не уходит в социальную сферу, а наоборот уходит в семью? Не, не, не. Я объясню. Я не имею в виду, что мужчина убегает на работу, убегает в социальную сферу. Нет, просто вот, ну, так получается, что вот на этом этапе жизни семьи... То есть он бросает работу и он в семье. А они оба сидят дома с ребенком. Именно в семье. Еще раз. Это нормально. То есть, ну, условно говоря, я понял вопрос, сейчас я объясню. Это нормально. То есть, ну, вот условное тело семьи, в котором вот живет ребенок какой-то частью своей, большой. Вот живет мама, мужчина, вот живет женщина. Совершенно нормально, если женщина больше много ушла в тело семьи. Когда родился ребенок. И совершенно нормально, если мужчина тоже ушел сильнее в тело семьи. Но, как показывает практика, вот этот кусок у мужчины на этапе маленького ребенка все равно больше, чем у женщины. Вот что я имею в виду. То есть, это не значит, что мужчина... Это как раз нездоровый вариант. Это крайне нездоровый вариант. Это как раз то, когда образуется коалиция мать-ребенок против отца. Это когда вот эта система, когда мужчина вот раз и вот сюда. А здесь только деньги, которые он в семью несет. Это как раз нездоровая система. Нет. Оба больше погружаются в семью. Я не даром говорил про вот этот вот купол, который маленький ребенок создает над семьей. Оба под защитой. Но все равно, вот как показывает практика, вот мужской хвост вне семьи больше на этом этапе. Относительно больше. То есть, погружаются оба. И это здоровое, когда оба погружаются в семью. Но вот... А тут, получается, она не загружается, а жена уходится в семью. Тоже... Значит, смотрите. А тут мужской хвост вне семьи. Совершенно допускают такой вариант. Есть такие варианты. Знаете, я очень часто это видел. Ну, то есть, мы имеем обратную картину. Женщина здесь. А мужчина прям вот так. Да? Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Знаете, когда я в начале девяностых работал на скорой помощи, и я видел такую картину, понимаете, но я был молодой, у меня не было в голове четких установок, что государство мне должно денег. Я понимал, что деньги, кроме меня самого, никто не заработает. А вот там врач, который 20 лет работает на скорой помощи. Врач, который 20 лет работал на скорой помощи, зарабатывал в советское время 300-350 рублей. Это к тому, что инженер зарабатывал 140-160 в зависимости от статуса. И вот была у него жена-бухгалтер, которая зарабатывала свои 110-120 рублей. В 90-х годах жена-бухгалтер стала зарабатывать больше мужа-врача примерно раз в 10. И если там была выстроенная здоровая, а не конкурентная система отношений, то да, зачастую муж больше погружался в семейные заботы, жена больше в социальные заботы. Да, это бывало. Это бывает и до сих пор. Всякое бывает. Всякое бывает. Значит, социальная роль мужа, социальная роль жена, ну, давайте говорить прямо и честно, не всегда совпадают с реальными мужем и женой. В семье женщина может быть папой, а мужчина – мамой. Такое бывает. Когда муж-жена – это муж и жена, а мама – это муж, папа – это жена. Бывает. Кстати, если мы говорим о семейных ролях, про женщину, которая становится папой, очень часто, если вы посмотрите, даже просто внимательно понаблюдаете, не будучи психотерапевтами, очень часто, когда в семье происходит развод на стадии маленького ребенка или на стадии беременности, то есть женщина остается и вот такой плохой развод, то есть папа отвалил, остается одинокая женщина с ребенком. Очень часто в таких семьях женщина становится папой, а мамой становится бабушкой. очень часто такие семьи, где бабушка берет на себя роль мамы, мама берет на себя роль папы и в социальных вопросах, и во всех остальных. Это вот пример того, что именно роли не всегда коррелируют с реальностью. Ребенок. Причем нам не важно сейчас, может быть их тут один, два, три, четыре или пять, нам не важно. Ребенок. Рано или поздно подрастает. И мы приходим к следующему этапу. Какой у нас будет по счету четвертый? Цифры совершенно условные, я их просто для удобства пишу, никто не говорит, там четвертый. Это семья с большими детьми. Когда я говорю с большими детьми, я имею в виду, что эти дети еще пока живут в семье. Возникает целая хитрая система взаимодействий. Когда дети становятся подростками, у них наступает так называемый этап эмансипации или этап сегрегации. Когда они всеми способами начинают отпихиваться от своих родителей. И это нормально. Человек, не прошедший стадию сегрегации, не сможет потом строить свою семью, свои отношения, свое взаимодействие с миром. Но, конечно, для родителей, особенно если предыдущий этап был не очень гладкий, это может быть достаточно болезненно. Особенно в той ситуации, когда, ну как же, это же наши деточки. А этот деточка огрызается и говорит, мама, папа, не трогайте меня. И мама, папа начинают потихонечку ощущать свою ненужность. Сильно на нее возмущаться и пытаться, деточек. А я люблю, когда ребенок рядом, рядом, я сказал, притянуть всеми возможными способами. Конфликты, проблемы. Тут одновременно выплывает еще такая вещь. Если мама, например, ради детей свою карьеру полностью зачеркнула, похоронила, то возникает очень интересная вещь. Мама-то карьеру зачеркнула, похоронила, а она уже, деточке-то большой, уже вот так не нужна. И что делать? И к травме от вот этого вот отделения добавляется травма от собственного экзистенциального криза, кризиса, потери смысла, чего дальше-то. И тут идет новый этап. Семья должна научиться жить в этой новой системе взаимодействия. Она должна научиться жить с пониманием, что рядом есть достаточно большие дети. Что они тоже делают большой вклад. Что это должно тоже выстроиться. Что через это тоже надо пройти. Что мама зачастую начинает новую карьеру, карьера в широком понимании. Она опять же может начать заниматься чем-то совсем другим, и папа ей должен в этом помочь. Потому что он-то работал, а она-то была с маленькими детьми, а сейчас дети большие, и им уже это так не надо. И тут задача папы помочь. То есть тут очень непростой клубок начинается. Тут у мамы, у которой вот это была семья, надо прямо всем помогать наращивать внешний мир, всем наращивать вот эти новые уши. Всем это папе. Потому что не обязанность детей наращивать что-то своим родителям. Взаимодействие со взрослыми детьми всегда непросто. Дело в том, что, помимо всего прочего, на этом этапе может возникать ревность. К ребенку своего пола. Женщина может начать ревновать свою взрослую дочь уже не как ребенка, а как женщине. Это неосознанно. Она сама может пугаться таких мыслей, но это может происходить. Папа может ревниво относиться к успехам своего сына, подростка. Это тоже неосознанно, но это тоже конкуренция, если он думает, что вот сын-то мой, я не был таким крутым в его возрасте. Может такое быть, может быть. Это очень сложный этап. Это этап, который, ну, проходится буквально на цыпочках. Это этап, когда и самому подростку очень тяжело, потому что подростковый возраст не простой возраст. И родителям его тяжело. И вот тут как раз очень важно иметь максимальную заботу. Не опускаться в манипуляции. Не вступать в коалиции, там, мама с дочерью против папы или сын с бабушкой против мамы и папы. Это чем еще опасный возраст. В этом возрасте зачастую, в этом периоде жизни подросток, он начинает ведь дистанцироваться от родителей. И получается вот система мама-папа, ребенок-подросток. И не забываем, что здесь бабушка и дедушка. И очень часто ребенок в подростковом, предподростковом возрасте, ему с бабушкой и дедушкой легче общаться, чем с мамой и папой. И вот если бабушка с дедушкой умные, душевные, тонкие, чуткие, то это нормально все проходит. А вот если они образуют коалицию, так называемую вертикальную коалицию через один, то есть поколение через поколение коалиции. Там первое поколение, второе поколение, третье поколение. Вот это очень разрушительная штука. Это очень опасная вещь, когда бабушки и дедушки пытаются заключить коалицию с внуками против родителей. Это тоже яд, который разрушает, разносит семью. Очень сложный, очень непростой возраст, достоин прям всяческого наблюдения и внимательности. И вот тут тоже надо очень аккуратно. Но, предположим, семья пережила этот период. И она переходит к новому этапу. Это семья с отделившимися детьми. На психотерапевтическом жаргоне это называется стадия пустого гнезда. Стадия пустого гнезда. Деточки выросли и ушли строить свои семьи, строить свою жизнь. Знаете, никогда никому нельзя забывать одну очень важную вещь. Дети в нашей жизни – это явление временное. Они к нам приходят и от нас в свою жизнь уходят. И остаются опять наши Миша и Женя. Период тяжелый, потому что Дима с Дашей-то исчезли. Ни Дима, ни Даши, никого другого нет. Исчезли из системы 24-7. Исчезли из системы постоянного нахождения. Вот если у мужчины и женщины не было построено нормальных отношений муж и жена, то это один из самых опасных для семьи возрастов. Самые частые разводы – это либо разводы первого, второго, третьего года, то есть когда лодка любви разбилась, а быт настраиваться не умели, то есть о чем мы говорили, или разводы стадий пустого гнезда. Потому что в одной из лекций мы говорили о такой системе взаимодействия, как триангуляция, то есть общение через третьего. Да и сейчас, когда мы говорили о маленьком ребенке, мы говорили, что очень удобно общаться каждому из родителей, не друг с другом, а с детьми. И вот, если не простроены были отношения между мужем и женой, а была только система взаимодействия через ребенка, люди приходят на стадии пустого гнезда к пустоте. Знаете очень часто, что делают люди в этот момент? Заводят собаку. Есть немалое количество семей, где ребенок вырос, ребенок ушел, и заводится собака, с которой разговаривают как с ребенком. Обратите внимание, на улице вы таких людей точно увидите, а может быть и среди своих знакомых. Что тут немаловажно? Даже если есть любовь, даже если есть эти взаимодействия, это все равно болезненная фаза. Фаза пустого гнезда всегда болезненная, но если простроены отношения, если есть любовь, если есть взаимодействие, если есть умение и желание общаться, то это все равно выстраивается. А вот если нет умения общаться, а разводиться все равно не хочется, такое ведь тоже бывает. Бывает. И тут бывают разные варианты. Самый тяжелый вариант. Взрослый ребенок становится физически или психически больным, или алкоголиком и наркоманом. Очень удобный для родителей вариант. Я говорю ужасные вещи, но я не шучу. Сын алкоголик – это замечательно. Он всегда остается маленьким. Его всегда можно поругать. О нем все время приходится заботиться. Ему может быть уже 50 лет, а его надо за ручку домой везти и находить, где он там гуляет. Вы думаете, я сейчас придумываю? Оглянитесь по сторонам, вы увидите такие семьи. Очень часто у детей, у детей выросших, говорю вам как психиатр, наступает какое-то странное психическое заболевание. Глубокий невроз или депрессия. Никогда не забуду. Звонит мне женщина, говорит, здравствуйте. Можно к вам мальчика на прием привести? Мне становится интересно, я говорю, я вообще, знаете, с детьми не работаю. Она говорит, нет, у меня уже большой мальчик. Я не успеваю спросить сколько лет, задумываюсь и говорю, а в чем проблема-то у мальчика? Ой, вы знаете, важно каждое слово, у нас проблемы с девочками. У нас проблемы с девочками, мама звонит про мальчика, у нас проблемы с девочками. Я говорю, а сколько мальчику-то лет? Тридцать шесть. Правда, удобно. В другом варианте, ладно уж совсем тоталитарное, не будем. Предположим, все-таки ребенка отпустили или он сам отпустился. Хотя с трудом. Можно внука поймать. Был ребенок, стал внук. Но ведь родители-то негодяи не отдают внукам. Собака тоже. В их один муж или жена превращаются в ребенка. Частый вариант какой? Кто-нибудь один начинает тяжело болеть. Начинает тяжело болеть, и второму есть о ком позаботиться. Психосоматические состояния никто не отменял. К сожалению или к счастью, но это объективная реальность. То есть, по сути дела, один из супругов опускается, мужчина или женщина, опускается на положение ребенка. Кстати, как показывает практика, если в возрасте 40-50 чаще это женщина, то в более старшем возрасте чаще это мужчина. Я не говорю, что не может быть по-другому, но это часто так. Опять же, чем еще хороши тяжелые болезни? Иногда могут быть оба, оба по очереди болеют. Не замечали? Когда болеют, как на качелях. То один болеет, то другой болеет. Это же клево. То один заботится, то другая заботится. Все при деле. А под это дело еще... Под это дело же еще можно детей втянуть. Вот ты мне вчера не позвонил, а у меня так сердце разболелось. Да, Василис. То есть, получается, в семье, в которой сначала все построено будет неграмотно и правильно, меньше не разница того, что кто-то на этой стадии может там сильно заболеть. Да. Объективно, да. А вот тоже был вопрос. Если пустой вниз, но не до конца рано пустой, если у детей остается, а кто-то, скажем так, либо один, либо несколько детей уже вырастает и уходит тоже? Значит, тут важный такой момент. Значит, это такие тонкие материи, про которые мы сейчас особо говорить не сможем, но... Значит, сейчас попробую это объяснить. Вот в этом сообществе детей, это же тоже и мага определенная. Как правило, даже если их много, предположим, ну, не знаю, там, десять их, неважно, неважно, много, дети. Очень часто бывает так называемый ключевой ребенок. Это не обязательно любимчик. Вот это может быть и проблемный, это может быть и любимый, это... Это может быть самый больной, это может быть самый умный, это может быть какой угодно, ключевой ребенок. И вот, хотя классически стадия пустого гнезда наступает, когда все дети ушли из гнезда, то есть классическая стадия, все-таки когда... То есть классическая стадия пустого гнезда, это когда опять пара осталась, когда им больше не на кого триангулировать. Но зачастую, когда вырастает и уходит из гнезда ключевой ребенок, уже может начинаться стадия пустого гнезда. Вот как-то так. А тогда может в разных местах сорвать, да, то есть... Нет, 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 нет. Свободные. Да, да, да. Если они на этапе гнездования построили отношения любви друг с другом, то как раз тогда вот этот вот вариант, когда у них может новый конфетно-букетный начаться. Все равно, конечно, понимаете, все равно есть грусть, все равно птенцы улетели. Но можно добрать каких-то новых игрушек, то есть нет. Очень тяжелый и проблемный, прям гиперпроблемный, он именно тогда, когда не выстроены нормальные отношения на фазе брака без детей. То есть вот, когда не выстроены отношения, когда они не были мужем и женой, они были женихом и невестой, потом сразу мамой и папой, а мужем и женой не были. Вот тогда им становится очень больно и тяжело на стадии пустого гнезда. Да, пожалуйста. Бывает, что перестает. Да, бывает. Собака требует внимания. А может, вот, накопившиеся вот это вот, сейчас, что они не говорили, они не пришли, они не под этой формой, они были не говорили? Может. Замечательный вопрос. В болезнь может вылиться? В новые скандалы может вылиться? То есть на стадии пустого гнезда могут с новой силой взлететь те проблемы, те разборки, те конфликты, те непонятки, те вопросы нерешенные, которые были на первой стадии построения брака. Если они решатся, то хорошо, если не решатся, это может в развод вылететь, это может в болезнь вылететь. Да, может. То есть, вроде даже, почему я говорю, что даже в счастливой паре, в счастливой паре, которая хорошо прошла вторую стадию, почему даже для счастливой пары стадия пустого гнезда трудная? Потому что вновь могут всколыхнуться на новом уровне восприятия. У нас же вся жизнь, понимаете, если мы говорим вот с любой, с медицинской, с психотерапевтической, с исторической, с экономической точки зрения, жизнь – это наша спираль. Мы просто поднимаемся на новый виток каждый раз. И вот какие-то проблемы, которые вроде как оказались решены на втором этапе, на стадии гнездования, а не оказавшись вот здесь, на пятой фазе, на пустом гнезде, опять по новой садонули, на новом уровне болезненно. И такие же вспышки взаимодействия. Ну, как правило, нет. Но это же этап, понимаете, это то, что я говорю почти на каждой лекции. Кризисы жизни – шансы жизни. Мы или поднимаемся на новый этап, или падаем. А зачем тогда они вступают в брак? Вопрос. Ну, тогда этот брак распро... Тогда... Ну, нет, наверное, есть, знаете, наверное, есть все. Но тут же, вот, понимаете, такой вопрос. Мы сейчас говорим, в здоровом состоянии, если человек непарный, пусть он непарный, и он здоров, счастлив и бодр, у него нет пары. Зачем? Ну, это вашей комфорт. Тогда это его проблема, проблема его в голове, с которой надо разбираться. Но да, такой брак распадется. Или это будет брак несчастных людей. Я бы сказал, он не построится, когда закончится терпение у одного или у другого. И может быть брак, или это не брак? А нет, а можно... Опять же, я не верю в это слово «непарный». Значит, что? Что он не может трепетно любить всем сердцем запросто, но он, например, чувствует ответственность, и эта ответственность скрепляет брак. Вот мне непонятна сама постановка вопроса. Могут ли быть... Может ли быть брак без любви? Да может. Знаете, браки по расчету тоже бывают очень-очень крепкие. Если это расчет двусторонний, если каждый... Я тебе обеспечиваю... Знаете, вот... Классическая патриархальная семья в классическом понимании. В классическом таком понимании, которое сейчас, наверное, никогда не встретится. Потому что она со времен, наверное, первобытно общинных уже не встречается. Это когда женщина и кошка в доме, мужчина и собака во дворе. Понимаете, это же брак по расчету может быть. Я тебе обеспечиваю все снаружи. Хорошо, милый, я тебе обеспечиваю все внутри. Тут вообще неважно, парный или не парный. Ну, брак по расчету. Партнерские отношения. Я тебе медведя притащил, а я, милый, тебе из него суп сварил и шкур одежду пошил. А тут сложно сказать, может, они друг друг за болячками ухаживают и стакан воды подают, даже если... Ну, может, он просто собак не любит. А кошку? Это вот как раз вопрос, вот, поиск компромиссов. Да, пожалуйста. Два вопроса. Первый по поводу роли внуков в семье, в опустеншем гнезде, да, то есть вот как они меняют эту речь, и вы говорили о том, что надо очень тонко там чувствовать, да, вот как роль баловать, первое воспитывать и так далее. И вот, ну, условно говоря, здоровый и нездоровый, например. И второй вопрос по поводу того, что сейчас довольно, ну, что ли, модный, можно сказать, становится на ранней стадии, вот, этап с маленькими детьми, да, на самом деле расширять свои вот эти вот внесемейные интересы и карьеры, отдавать детей, например, няням или бабушкам, на самом деле, то есть или родственникам, или даже совсем не родным людям. Понял. Вот к чему это ведет, просто, ну, если можно, тоже. Понял. Еще раз. Мама и папа – это роль, которая не заменяется никем другим. То есть можно размыть маму, папу, дедушками, бабушками. Бабушки и дедушки могут пытаться отнимать родителей, детей у своих родителей. Ни к чему хорошему это не приводит. Все-таки мама и папа – это мама и папа, а бабушка и дедушка – это бабушка и дедушка. Можно радоваться внуку, когда его привозят в гости, но нельзя забрать внука у своих собственных детей. Это не приведет ни к чему хорошему. По второму вопросу, ну, знаете, все зависит от степени меры. То есть я говорю, что крайности никогда хорошими не бывают. Потому что если ребенок в шесть месяцев сброшен в ясли, в этом нет ничего хорошего. Но, с другой стороны, если мама сидит дома и кроме пеленок и подгузников ничего не видит, в этом тоже ничего хорошего. Всегда должна находиться здоровая мера. Здоровая… А здоровая мера что такое? Которая не делает больными никого из членов семьи в том числе. Не должна мама положить свою жизнь на алтарь служения семьи. Потому что иначе это не семья, это фальш и симуляк. Да, Мария Ивановна, пожалуйста. Если стадия пустого гнезда начинается еще до вылета птенцов, но возраст младшего, там, 3-4 класс. Родители, ну или один, точнее один из родителей понимает, что в принципе без него ничего. Да. И финансово тянуть можно, на кого оставляют. Ну понятно, что один уходит. А как детям, которые остались в этом гнезде с одним родителем, и у которых, в принципе, отношений с родителями ни с одним, ни с другим не было, потому что родители между собой не имели отношений. Как им строить отношения со своими разбежавшимися родителями и так далее? Примерно 75-80% людей, которые приходят ко мне на прием, задают мне именно такой вопрос. Трудно, больно. Иногда, знаете, ведь стадия сегрегации, которая проходит подростки, она же не просто так, сегрегация, не просто отталкивание. Знаете, иногда для того, чтобы что-то полюбить, это приходится вначале возненавидеть. Иногда, чтобы, не иногда, почти всегда, чтобы построить человеческие отношения со своими родителями, ребенку, которому может быть и 15, и 20, и 30 лет, все зависит от того, что у него внутри, приходится вначале их оттолкнуть, и вот только порвав вот эту поповину, он потом сможет построить отношения с ними как взрослыми людьми. Это вот очень важно как раз на стадии пустого гнезда, я не успел просто это сказать, что очень важно, важная задача мужа и жены построить отношения со своими детьми как со взрослыми самостоятельными людьми. Строится это всю жизнь, но вот на стадии пустого гнезда, потому что вот, понимаете, вот мальчик женился, и вот, и мы же видим, какие они делают ошибку, и также хочется ему помочь, а он не хочет принимать помощь, и он имеет право. И он имеет право, потому что они взрослые люди, они сами семья, сами взрослая семья. И вот взаимодействие, мы же знаем, что, если мы постороннему взрослому человеку, можем мы предложить какой-нибудь дельный совет? Ну, в принципе, можем. Обязан он следовать нашему совету? Да не обязан, он нас может сказать, слушай, ну, клевый, конечно, совет, но позволю мне самому решать. И вот наши сын или дочь тоже имеют право нам так сказать. Какого возраста есть? Какого возраста есть? В отношении с ними, как со взрослыми, какого возраста? Значит, вот на всех прошлых лекциях я это говорил, что, в принципе, элемент взрослого есть у любого ребенка, да. Но, когда это собственная семья… Стоп. Это уже… То есть, когда вы предложили с самого начала, то есть, нейтрально построили, виноват оба, да? Я бы предложил сказать, что виноват никто, что просто испарили. Я не люблю слово «виноват». Но, да, никогда не бывает, что вот один прям весь белый и пушистый, другой зеленый и противный. Так не бывает. Второй вопрос. А может ли роль мамы и папы перекладываться на кого-то старшего, семи детей, перед тем, когда там утрачка… Нежелательно. Крайне нежелательно. Потому что все-таки роль старшего брата старшей сестры, даже так, старшего мудрого брата старшей мудрой сестры, и роль мамы или папы – это не эквивалентны. У старшего ребенка… Старший ребенок не обязан принимать на себя такие вещи. Да. Он может быть именно, знаете, как… Такой… Первый среди равных. Но он не обязан принимать на себя… Он должен четко понимать, что все равно я не мама, я не папа. Да, я старший сын, я старшая дочь, я могу помогать маме или папе, я могу руководить младшими, я могу… Но я не заменю. Это иначе… Нельзя взваливать на человека груз, который он, в принципе, не должен везти. А можно вот еще… А, например, когда у нас родители станут такими старенькими уже, что беспомощные, да? Да. Они тоже начинают так тянуть, как дети. Они не хватают любви. А почему там, как вы говорите, примеры, ты не звонил, у нас сердечных приступов был. Да. Вот. В этом случае обязан ли кто-то из детей… Ну, не то, что обязан, не обязан никто, но может ли кто-то из детей так немножечко бабушки подыгрывать или дедушки? Может, подыгрывать может, да. Чуть его поддержать. Да, может, может. Может даже поубиваться, может даже сказать, «Ах, какой я… ну, прости меня, такого негодяя!» Четко понимаю, что это не я негодяя. Ну, подыграю я, ну… Знаете, как… Дайте я попробую. Да. Да. В этом случае… Вот к этому же вопросу. В этом случае, чтобы человек, который пытается подыграть, не прав, он себя может спасать, на такую степь, что… Да. Это то, о чем я говорил, когда мы говорили про треугольник Карпмана, что не надо играть в спасателя, спасателя, жертву и преследователя. Итак, я все-таки финализирую лекцию, потом еще три вопроса и на этом все. Значит, мы рассмотрели стадии семьи, мы рассмотрели опасности, возможности манипуляции, мы рассмотрели возможности созависимости. Что я могу тут сказать? Любите друг друга, уважайте друг друга, разговаривайте друг с другом, и тогда через все можно пройти. До новых встреч!